Приветствую вас! В вашей ситуации мне видится два выхода. Первый выход, если вы будете преследовать свои цели, то есть если вы будете стремиться защищать свою честь, свое достоинство, если вы будете стремиться прямо дойти до правды любыми средствами. И второй вариант, это если вы посмотрите на проблему чуть-чуть глубже и увидите, что то, что происходит сейчас, все вот эти непонятки, двоякая ситуация и так далее. Знаете, все, что происходит сейчас с вами, это начало происходить еще раньше, задолго до описанного вами случая. Почему? Вы пишете, что мужчина ваш занимает смысловлетворением. Значит, у вас некое отчуждение на психологическом уровне, на эмоциональном уровне. Могут быть проблемы в интимной жизни. И вы знаете, плохо то, что вы пресекаете то, что он делает, не, вот как показалось из вашего сообщения, да, не разбираясь особо с тем, а что же, собственно говоря, влияет на поведение мужчины, почему он так делает, почему он так поступает, что заставляет его так поступать. Вот давайте мы начнем, пожалуй, с этого. То есть хотите ли вы реально и по факту копать глубже в ту проблему, которая у вас есть? Хотите ли вы разговариваться с ее, скажем так, смыслом, с ее природой и так далее? Если хотите, то тогда это одно. Тогда вам стоит поступить следующим образом. Вам стоит, во-первых, перестать искать правду, потому что в данном случае неважно, правда это или нет, мужчина с вами. Мужчина вас видит в качестве своей жизни, в качестве своей супруги и как бы это главное. То есть даже если что-то там и было, то при условии наличия у вас проблем, это как бы естественный ход событий. Это гораздо лучше, чем если бы мужчина, например, подал бы на развод или вообще бы постоянно с вами, например, ругался. Но давайте подумаем вот над чем. Вы пишите такую вещь, что вы хотите своему мужу верить. Вы знаете, у вас есть реальные шансы на то, чтобы ему поверить. Но для этого, для того, чтобы ему поверить, реально поверить, нужно отказаться от идеи вообще дойти до правды. Нужно решать проблему вашей интимной жизни. Нужно разбираться с этой проблемой, потому что она серьезная. И, пожалуй, вот это самое главное. Если вы готовы разбираться в проблеме, в проблемах, которые есть у вас с мужем, то уже и не важно будет, сделал ли вы мужчина что-то или нет. Потому что в вашей жизни все будет хорошо. И вы будете чувствовать, что мужчина все устраивает. Вы будете знать, что у него нет никакого мотива для того, чтобы, допустим, что-то делать нехорошее. Что-то, что могло бы вас как-то разобрить, унизить и так далее. Если вы своего мужа любите и хотите ему счастье, если вы готовы решать ваши проблемы, то тогда, я думаю, все возможно. Тогда, я думаю, можно и отношения гармонизировать, и можно там решить проблемы и больше прислушиваться друг к другу и так далее. Все это можно сделать. Но если вы в обязательном порядке хотите найти правду, хотите узнать правду, хотите именно знать, как все было, то вы хотите это сделать для себя. И муж ваш здесь не причем. Потому что, например, он не пригнается, что бы там ни было, он не пригнается. Ваш мужчина будет стоять на своем, и это вполне нормальная реакция, потому что он отдает себе отчет в том, что если он, например, не будет стоять на своем, то он рискует вас потерять. А это не то, чего ваш мужчина хочет опустить. Значит, в таком случае, вы либо принимаете его позицию и говорите, что нет, прости, дорогой, я тебе не верю, мы с тобой там вместе больше не будем по этой причине, либо вы все-таки ему верите. То есть, а если вы выбираете искать правду, то это, конечно, ваш выбор. В вашем выборе никто вам не откажет и не имеет права отказать. Но поймите и такую вещь, что когда человек пытается найти правду, пытается до нее как бы достучаться до правды, да, добраться до правды, А человек очень часто видит только то, что он хочет, и игнорирует любые проявления какой-то вот реальности. Реальности, которую человек увидеть не хочется. И человек требует все больше и больше доказательств, тем самым, к сожалению, тем самым разрушая отношения со своими близкими. В вашем случае, вы можете таким своим поведением разрушить свою семью, свой драк. Соответственно, суммируя все вычисказанное, хочется сказать так. Если вы готовы бороться за свою семью, готовы бороться за гармонию внутри нее, если вы хотите нормализовать ваши отношения и отдаете себе отсчет в том, что вот то, что у вас сейчас происходит с супругом, это не нормально, то тогда не важно, что там было, не важно как все было, важно то, что вы хотите быть со своим мужем, что вы любите его, что вы понимаете, что вот какие-то вещи вы делали неправильно, и эти вещи вы исправите. А вот если вы не готовы признавать, что где-то вы были неправы, не готовы отношения ваши улучшать, гармонизировать, развивать, сделать их более качественными, более глубокими, более близкими, прислушиваться к желанию, например, своего мужа, вот тогда, тогда вам можно искать правду и не верить своему мужчине. Но в таком случае лучше быть честным перед собой и сказать так. Знаешь, дорогой, что бы ты ни сказал, я все равно тебе не верю, я все равно тебя сомневаюсь, я думаю, что у нас все было хорошо, ты просто решил как-то мне изменить, я этого не потерплю. В общем, с этим грузом, с этой недоговоркой, с этой недомолвкой, с возможностью того, что ты, может быть, меня изменил, я жить не хочу, не могу и не желаю, поэтому пока. На самом деле у вас нет другого выбора, либо вы делаете шаг в сторону охранения своей семьи, или нам придется пересмотреть некоторые аспекты, либо вы делаете шаг в пользу самой себя и тогда просто отдаляетесь от своего мужа, либо ищите стопроцентное опровержение или подтверждение тому, что вы думаете, но в таком случае не идет речь о доверии между вами. А без доверия между вами нельзя построить ни одни нормальные, адекватные и равноправные отношения. Так что решать вам? Я бы не сказал, что какое-то решение из многих предложенных является неверным, важно какое решение ближе вам. И в зависимости от принятого вам решения нужно будет обрабатывать стратегию. Например, если вы выберете охранять семью, то очень возможно, что вам придется обращаться к семейному психологу для разрешения уже ваших проблем с мужем. Но если вы решите сделать шаг в эту сторону, то вам нужно забыть все, что было до этого. То есть вам нужно забыть эту ситуацию, забыть вообще, что было и стараться сохранить то, что есть и преумножить то, что есть. Но для этого вам нужно на самом деле быть достаточно однозначным в том, что вы делаете и говорите. Например, вы приходите к мужу и высказываете ему следующую мысль. Дорогой, я понимаю, что возникла такая ситуация двусмысленная, а я тебе верю. Но сам факт того, что она возникла, говорят о том, что у нас проблема. Я не хочу, чтобы эти проблемы нам мешали жить. Да, я хочу быть с тобой, я хочу с тобой семью и так далее, и так далее. Для этого нужно эти проблемы решать. Вот подумай, можем ли мы вместе решить эту проблему, просто поговорить. Или, если не можем, то надо обращаться так к психологу. Скажи мне, ты готов с работой с психологом или нет? Потому что если ваш муж не готов, и если вы не готовы, то даже если вы вот эту ситуацию забудете, рано или поздно появится новая, которая вновь посадит ваше доверие. И не факт, что в следующий раз вы уже с этим справитесь. Так что, решение принимать вам. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!